Проксус сказал, на каждом органе садака, их 360, как быть здесь, дополнять это вот дополнительными видами садака, необязательными, о которых сказано. Есть облегчение великое в шариате, человеку трудно считать, отдал ли он 360 или нет, великая милость от Аллаха и подарок нам, что эти 360 садака заменяются, добровольные садака, заменяются каким? Намазом, намазом духа. Во-первых, этим восполняется упущение в обязательных садака, которые ты должен дать за свои органы. Плюс эта молитва, этот намаз в два раката духа, он заменяет собой все другие садакаты. Если ты помимо него еще будешь что-то делать, это будет еще свет поверх света, то есть еще дополнительные от тебя садакаты, дополнительные милостыни. Два раката духа, как сказано в хадисе Проколи и Саратоса. Этот хадис, где упоминается два раката духа, что они заменяют вот эти 360 садака, вместо них они, этот хадис является доводом на что? Что все время делать духа, это является сунна. Что следует каждый раз, то есть продолжительно все время делать, постоянно делать это. Не вадьб, желательно, но и сунны постоянство в этом. Потому что некоторые говорят у ляма, нельзя духа делать все время. Каждый день делать духа нет, иногда только. Некоторые связывают с определенными ситуациями, с определенными случаями, положениями. Вот этот хадис, где сказано, что эти два раката духа заменяют собой все эти садакаты, все эти милостыни, он доказательство чего? Потому что можно и желательно, что это сунна, вот так вот все время делать намаз духа, два раката духа. Время намаза духа, мы знаем с вами, что есть времена, когда дополнительные намазы делать запрещаются. Одно из времен это какое время? Время восхода солнца. В это время дополнительные намазы делать нельзя. Поэтому время духа наступает с того момента, когда солнце поднимется над горизонтом на высоту копья. На высоту копья это как? Это 20 минут. Треть часа после восхода солнца. Хорошо? Треть часа после восхода солнца прошло, вот это время начинается намаза духа. И можешь делать этот намаз, у тебя есть возможность, время его длится почти за несколько минут, оно заканчивается до того, как солнце встанет в середину неба. Хорошо? Когда солнце встает в середину неба, то есть проходит половину своего небесного пути и встает вот на середине, это время тоже запрещенное для чего? Для дополнительных намазов, как вы знаете. Поэтому до этого времени, за 5-10 минут, говорящий Айвус Амин, нужно все дополнительные намазы уже закончить. Хорошо? За 10 минут до вот этого времени, когда солнце в середине, заканчивается время духа. После этого уже нет. Понятно? Это время духа. Лучше какое время выбрать? В начале его, в середине, в конце, потому что достаточно длинное получается время, временный промежуток. Лучше в конце. Хорошо? Салат у ла ва бейн. Намаз. Кого? Людей, обращающихся к Аллаху. Когда уже зной, когда уже солнце поднимается высоко, когда накаляется земля, когда верблюжата уже молоденькие, у которых еще нет грубых копыт, еще не могут стоять, переминаются с ноги на ногу. Вот это время лучше для совершения намазов духа. Но мы сказали, в течение всего времени он действителен. Сколько ракетов? Минимум 2 ракета. Минимум 2 ракета. А максимальное количество? Шерю Самин говорит, что максимальное количество на самом деле не ограничено. Аллаху тааля алям. То есть, сколько может человек столько делает? Некоторые говорят, 8 ракетов. Но как бы то ни было. Шерю Самин говорит, 2 минимум, максимум нет. То есть, сколько хочешь, столько. Сколько получается, столько делаешь. Продолжение следует.